Всем привет! Ну, конечно, озадачили вы у меня немного просьбы приготовить какой-нибудь пирог из яблок. Вообще, у меня канал поварской, не кондитерский. Это просто не моя стихия и не мои сильные стороны. Но, как говорится, чего не сделать по таким многочисленным просьбам? По-моему, просьбы было две. Но, помимо этого, есть просто повод, и по этому поводу я испеку этот пирог. Этот вы еще не знаете какой. Это яблочный тар. Просто сегодня прилетела супруга с России. Я переживал. Ну, а, собственно, что переживать? Кто-то такого орла улетит добровольно и не вернется. Ну, а второй повод у дочери 20 лет. Ну, что, давайте приготовим. Посмотрим, что из этого получится. Так, ну, первонаперво мы приготовим песочное тесто. Все пропорции вы найдете под видео. Если мало ли я что-то где-то оговорюсь, то под видео я вам укажу точные координаты. Просеянную муку добавляю или проще. 80 грамм муки просеянной, 40 грамм сливочного масла, натертого на терке, она с морозилки. 5 грамм соли. Это неполная чайная ложечка без горки. 50 грамм сахара и один желток. И замешиваю быстро песочное тесто. Делаю без перчаток. Руки у меня чистые. Добавлю буквально одну чайную ложечку холодной воды. Все, тесто у меня готово. В общей сложности я его вмешиваю чуть меньше двух минут. Следующим шагом я купил в магазине уже готовое слоеное тесто. То есть у нас в магазине купить его проблем совсем никаких нет. Здесь буквально 150 грамм. Больше мне не нужно. Что делаю я? Мне нужно, чтобы мое тесто получилось не жестким. В этом случае я буду смешивать два теста вместе. Это такой трюк. Я посмотрел его у одного своего французского коллеги. Заворачиваем в готовое слоеное тесто песочное тесто. Слегка присыпаю мукой. И раскатываю скалкой. Если у вас по каким-либо причинам нету или не будет слоеного теста, то тогда делайте всю основу, взяв при этом двойную порцию, за исключением сахара. Сахар остается 50 грамм. И все делайте на основе песочного теста. Здесь, конечно, с тестом немного сложно соблюсти пропорции, чтобы, знаете, получилось безотходное производство. Потому что тесто нужно будет раскатать тоненько. Примерно 2-3 миллиметра. Тесто в тарте не должно преобладать. В нем должны преобладать яблоки. Так, ну вот нормально. Выпекать тарт я буду в форме 26 сантиметров в диаметре. Здесь я возьму буквально два пальца или чуть больше двух сантиметров и по кругу обрежу остатки лишнего теста. Потому что во время выпекания тесто, оно немного стянется. Все, эта часть нам как таковая не нужна. Можете добавить сюда какую-нибудь другую начинку и что-то с этого приготовить. А я тесто заворачиваю и убираю пока в холодильник. Подготавливаю форму. Это делается очень просто. Пекарскую бумагу. Вот у меня форма номер 26. То есть, расстелите пекарскую бумагу и буквально 3 сантиметра от того диаметра, который вам нужен, обрежьте по кругу. Далее, эту часть бумаги смочите хорошо, пожамкав ее в холодной воде. Смажьте форму сливочным маслом или растительным, какой у вас есть. Ну и распределите пекарскую бумагу. Почему я делаю это не по-другому? Потому что, если я найду карамель, то карамель у меня и сливочное масло через вот эти невидимые отверстия будет во время выпекания капать на горячие элементы. А мне этого не нужно совершенно. Мне нужно, чтобы все осталось в форме. Форма как таковая у меня готова. Так как я работаю шустро, я уже включил духовку на 200 градусов вверх-вниз, пока без конвекций. Просто, чтобы она прогревалась. Далее, мне понадобятся яблоки. Яблоки это в тарте очень важный момент. Я вам порекомендую буквально 3 сорта. 2 у меня находятся дома, 3 у меня нет. Но это и не важно. Главное, что у меня есть что-то. В этом случае нам понадобятся яблоки, которые поздно созревают, которые имеют плотную жесткую структуру, где кисловатый вкус немного преобладает над сладостью. И еще очень важный момент. Во время выпекания они должны сохранять свою форму. То есть, они не должны как бы превращаться в кашу. Один из сортов это яблоко Боскоп. Вот оно. Второе это Кокс Оранж. Я все напишу это, как это называется. Они практически по виду, очень трудно их отличить. Кокс Оранж более светлые, нежели Боскоп. И третий сорт это Брейбан. Они тоже для тарта очень хороши. Да, что касается истории тарта, как он вообще возник. Я вам расскажу, насколько я это знаю. То есть, это произошло в 19 веке. Две сестры по фамилии Татин пригласили гостей. И они решили испечь яблочный пирог. И во время вынимания пирога одна из сестер нечаянно его обронила. Тут пошла, конечно, нецензурная брань. Но сестры не растерялись им. Они быстро собрали яблоки обратно в форму. А сверху уложили неповрежденное тесто. И запекли пирог еще раз. Ну, так гласит история. Насколько она правдивая, не могу утверждать. Так, ну а теперь нам нужно почистить яблоки. Яблоки очищаем от кожуры. В общей сложности я взял яблок чуть меньше 1 килограмма 300 грамм. Вот каждое яблочко примерно весит у меня грамм 140. Всего в общей сложности 9 штук. Это на форму в 26 сантиметров. Яблоко почистили, разрезали на 4 части. Удалили сердцевинки, плодоножки и плодолички. Но я это уже все почистил заранее. И я сразу отправляюсь в плите. Отправляю сковороду 60 грамм сливочного масла. Отправляю 1 столовую ложку и 1 чайную неполную ложечку корицы. Все тщательно перемешиваю. И отправляю сюда яблоки. Температуру выставляю 200 градусов. Это так, как будто бы я жарю мясо. И карамелизую яблоки. Теперь я добавляю буквально 20 сантиметров. Это чуть больше 200 сантиметров. Это примерно 30 миллилитров яблочной асохи кальвадос. В России, возможно, называют кальвадос. И отфамбирую. То есть подожгу. Этим самым я придам дополнительный аромат. Камеру беру в сторону, чтобы она у меня не сгорела. Ну, в принципе, что горит огонь, это видно. Все. Алкоголь, как таковой, нет, еще горит. Алкоголь, как таковой, сейчас весь выпарится. Это не обязательно должен быть кальвадос. Просто тем самым, если я делаю яблоки, то я добавляю шпиритуоз, который именно сделан на основе яблок. Если у вас нет, вы можете добавить коньяк. Если у вас нет коньяка, вы можете добавить виски. На ваше усмотрение. Если у вас этого вообще ничего нет, или вы не хотите, можно не добавлять. Все, яблоки у меня готовы. Я отправляюсь к столу и буду угладывать яблоки в форму. Если мало ли у вас нет формы, но есть вот такая сковородка, у которой разбирается, у которой, точнее, снимается ручка, вы можете прекрасно тарт спечь в такой сковороде. Так, ну я прибегаю к следующему трюку, чтобы мне сократить время приготовления и не обжечь мои нежные ручки, которые мне в дальнейшем понадобятся на работе. Хлопчатобумажные перчатки сверху, резиновые. И теперь я просто не боюсь, что я себе что-то обожгу. Значит, укладываем яблоки очень плотно. Вот, хватило почти тютелька в тютельку. Буквально, конечно, еще бы одной дольки побольше, и было бы вообще прекрасно. Или хотя здесь я могу немного сделать послабже, а серединку более усилить. Так, ну все, оставшуюся карамель, мы, конечно, отправляем в тарт. С яблоками мы закончили. Некоторые запекают яблоки еще без теста, без ничего, просто минут 10-15. Я этого делать не буду, в избежание того, что яблоки в этом случае становятся слишком мягкие. Я хочу сохранить немножко этот, так сказать, этот аль денте на зубок вкус, чтобы яблоки еще были кусаемы. Отправляюсь к плите и делаю карамель. Значит, друзья, смотрите, карамель каждый опять делает по-разному. Можно потихонечку сахар насыпать небольшими порциями, чтобы он закарамелизовался. И не нужно его в этом случае шебуршить, туда-сюда гонять. Не надо. Он спокойно будет плавиться, спокойно будете добавлять. При этом кастрюлю просто слегка поворачивайте вверх-вниз или вот такими круговыми движениями, и все, сахар у вас расплавится. Я вам покажу трюк, который я довольно часто применяю при приготовлении карамели. А делается это очень просто. Вот 200 грамм сахара, и я сюда добавляю 50 миллилитров холодной воды. Сразу это все размешиваю. До полного растворения сахара. Все, этого будет достаточно. Даже если сахар полностью не растворился, ничего страшного. То есть, во время того, если он, не дай бог, или если он все-таки закристаллизуется, все равно настанет тот момент, когда он опять расплавится и перейдет в карамель. Вот эти мелкие крупинки, то, что по бортам, это мелочи жизни. Не обращайте на это внимание. Вы, конечно, можете их взять кисточку, смочить в холодной воде и все эти крупинки смыть. Здесь это не кардинально важно. И вот теперь, когда карамель у нас варится, сюда не нужно больше лезть и мешать ее ложкой, поварешкой и еще чем-либо. Если вы, не дай бог, залезли в горящую карамель, то не пытайтесь ее попробовать пальцем на температуру или, не дай бог, в рот. Вы сразу обожжете себе все конечности. Спокойно дайте воде испариться. Как только вода испарится, начнет образовываться карамель. И вот в тот момент, когда карамель уже будет хорошего, приятного цвета, нужно будет добавить сливочного масла. В этом случае нужно будет работать очень быстро, чтобы карамель у нас не сгорела. Я уже заранее подготовил 60 грамм... Мне говорят, я вру. Я уже заранее подготовил 100 грамм сливочного масла. В тарт идет большое количество сливочного масла. Как, впрочем, и во многие французские блюда. Они на масле просто помешаны. В качестве подсказки, допустим, достаточно 10% жидкости, чтобы растворить сахар. Ну, это для меня слишком мало, честно говоря. Для меня, чтобы вы видели, я взял 50. Это просто по времени немножко занимает больше времени. Но зато получается беспроблемно. Температура плиты у меня в данный момент 200 градусов. Это та температура, на которой я жарю мясо. Да, и лопатку при перемешивании карамели, конечно, желательно иметь из дерева. Да, кстати, по такой методике вы можете прекрасно делать орехи. Вот именно сейчас можно было бы добавить орехи. И они бы прекрасно закарамелизовались со всех сторон, аккуратненько, как у нас на Вайнахсмарте. То есть на зимнем яброничном базаре. И затем в конце добавить сливочное масло. Перемешать и выложить на пекарскую бумагу. И потом, когда немножко подостынет, время от времени орехи перемешивать. Вот сейчас вот именно идет очень-очень важный момент. Главное не проворонить, чтобы у вас карамель не сгорела. Сейчас нужно действовать очень быстро. Добавить масло, быстро перемешать. И вылить на яблоки. Так, ну все, меня карамель устраивает. Я отправляю сюда яблоки. С плиты я убираю полностью. Так, ну и отправляюсь быстро к столу. И распределяю карамель по поверхности яблок. Вот вы видите, если у вас пекарская бумага была бы выложена иначе, то вот эта жидкая карамель может спокойно просочиться через мини-отверстие. Теперь достаем тесто из холодильника. Мне как-то делали замечание, я не забыл. Не с холодильника, а из холодильника. Спасибо, что подсказываете мне время от времени. Так, ну и теперь укладываем тесто. Здесь нужно будет его аккуратненько подвернуть. Понадобится такая легкая моторика. Ну это прекрасно делается. Пекарская бумага немного приподнимается одной рукой и другой рукой заправляется. Ничто иное, как заправить рубашку в штаны. Ну если вы такая вы и носите. Если нет, то тогда юбку тоже пока никто не отменял. Можно заправить блузку. Так, и теперь еще один очень важный момент. Нужно обязательно тесто проколоть. Или пробить ножом, как вам удобно, что у вас есть. Можете вилкой. Готово. И теперь, так как у меня присутствует в пироге слоеное тесто, которое на 50% состоит из сливочного масла, а другая половина мука. Муке этой нужно подняться. Ей нужна температура. Поэтому я ее отправляю при температуре 200 градусов, чтобы масло начало расширяться и приподняло мой пирог. То есть не пирог, а сам корж. Слегонца. Отправляю на 15 минут при температуре 200 градусов. Имейте в виду, это у меня домашняя духовка. Если вы будете делать на профессиональной духовке, то там хватит 180 градусов. 15 минут. Время пошло. С конвекцией. У кого нет конвекции, печем без конвекции. Так, ну вот. Тарт мой готов. Перемещаю тарт на решетку. И вот так вот у меня будет остывать. Как я вижу, я раскатал немного тонко тесто. Но это я вам скажу попозже, когда проконсультирую со своим коллегой. Возможно, это даже и ничего страшного, что яблоки показались наружу. Так как это будет все равно перевертыш. И дна видно не будет. А так, в принципе, то, что я вижу, меня все вполне устраивает. Дам пирогу полностью остыть. И завтра уже его нарежу. Да, забыл озвучить еще один важный момент. После 15 минут выпекания в духовке при температуре 200 градусов вверх-низ с конвекцией. Я переключил духовку на верх-низ 160 градусов 10 минут без конвекции. Все, этого хватило, чтобы пирог не приготовился. Ну вот, друзья, прошла ночь. Пирог полностью остыл. Теперь я его достану и нарежу. Да, со своим коллегой я уже переговорил с французом. Ну, он сказал, что в принципе ничего страшного, но все равно. Значит, смотрите, тот кусочек теста, который остался, а именно вот этот маленький кусочек, его как раз бы хватило, чтобы, если тесто раскатать без остатков, то его как раз хватит, чтобы тесто просто-напросто не полопалось. Его нужно сделать немного толще. Вот и все. Хотя меня в данном случае ничего не смущает. Пирог будет все равно перевернут. И он, поверьте мне на слово, выглядит не хуже, чем у сестер, который улетел на пол. По крайней мере, он у меня без волос и без пыли на полу не валялся. Да, еще момент. Пекарскую бумагу все-таки желательно чуть-чуть повыше нарезать. Вот, буквально, скажем так, 5 миллиметров от борта будет превосходно, потому что у меня здесь в некоторых местах немного слишком я прихватил, посмотрите. Ну, это ничего страшного, но все равно. Так, ну, я переворачиваю пирог. Аккуратно снимаем дно формы. И аккуратно снимаем пекарскую бумагу. Ну, вот, вот такой красавчик он получился. Немного сложно показать. Как вы видите, в этих 25 минут вполне хватило, чтобы пирог полностью пропекся. Яблоки мягкие, но у них еще есть консистенция. То есть, я их не упек в дрова. Желательно бы, конечно, его нарезать с обратной стороны, то есть, перевернуть его еще раз и нарезать. Но я того мнения, что яблоки просто-напросто под давлением ножа, они потеряют свой цвет и будут, знаете, как бы кашиться. Поэтому этого делать я не буду. Буду нарезать в этот раз с этой стороны. Так, для нарезки я возьму большой длинный рыбный нож. Ну, мне так просто будет удобнее работать. Так, ну, теперь постараюсь аккуратненько его нарезать. Вот такими вот движениями именно тянуть нож на себя. Так, время от времени протирать его салфеткой. Да, еще маленькая рекомендация или совет. Заворачивать вот тесто так, как я это делал. То есть, подворачивать внутрь совсем не обязательно. Люди даже абсолютно не заморачиваются. А тесто подворачивать не внутрь, а прям сверху формы и все. В обратную сторону. Я вам стараюсь показывать более простенькую выпечку, которая и мне иногда по плечу. То есть, я не берусь за какие-то там шедевры. Ну вот, пирог я успешно нарезал. Теперь осталось перенести его на тарелку. Делаем мы это простым дедовским способом. Ну вот, собственно говоря, и все. Ну давайте сразу его заценим. Я возьму сразу два кусочка. Так просто проще доставать. Все. Готово. Так, теперь я покажу вам его в разрезе. Вот так вот он выглядит. Надеюсь, хорошо видно. Тесто тонкое. И совершенно не видно, что оно слегка снизу полопалось. Так что смотрите сами. Вам решать. Можете раскатать тонко. Можете раскатать все тесто, которое вы приготовили. Ну, естественно, ту граммовку, которую я указал. Ну, теперь я попробую этот замечательный пирог. Я надеюсь, что он замечательный. Для начала я его слегка подогрею, чтобы масло стало более мягким и теплым. Так просто пирог будет вкуснее. Такой пирог я бы ел только теплым. Я буду короток. Это вкусно. И еще один важный момент, который я забыл упомянуть. Вот попробовав этот тарт, я вам скажу, что для меня, лично для меня, сорт яблок Cox Orange вкуснее, чем Bosco. Ну, это чтобы вы знали, если у вас просто будет выбор, то, конечно, можно сделать по-другому. Сначала попробуйте с Bosco, попробуйте, сделайте. А потом попробуйте с Cox Orange. Понравится ли он вам или нет? Только не тот Cox Orange, да? А сорт яблок. Ну, вы поняли. По третьему соту яблок ничего не могу сказать. Его сейчас нет в продаже, я с ним не готовил. Но я знаю, что он к тарту очень хорошо подходит. Ну, вот теперь все. Если вам видео понравилось, делитесь им с вашими друзьями, пишите комментарии. Желаю вам всего самого доброго и до новых видео.